Еще в 1985 году по рекомендации комиссии по населенным пунктам Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный День Хабитат. Его отмечают первый понедельник октября. Хабитат это английское слово обозначает жилищные условия. Так и назвали организацию, которая помогает реформировать ЖКХ в разных городах мира. В Украине в ней уже приняли участие Прилуки, Вознесенск, Ивано-Франковск, Бровары. И по словам представителей организации, в этих городах уровень жизни населения вырос в несколько раз. Теперь готовы помочь и Макеевке. Ну, во-первых, Макеевка не маленький город. Я думаю, с этого мы начнем. Второе, мы не столько учим искать, скажем так, лазейки, сколько системно обеспечить управление ресурсами, которые есть у города. Проблемы в сфере ЖКХ действительно самые сложные и насущные, подтверждают городские власти. Старые дома, водопроводы, теплотрассы – все это требует огромных денег, которых в городе пока нет. Стараемся контактировать, искать возможности через эту программу Хабибат, через ООН. Если будет возможность, мы будем пытаться получить какие инвестиции для нашего города. Пусть они будут возвратные, не вопрос, но нам сейчас нужно. Небольшие азы того, как можно решить проблемы ЖКХ Макеевки, сегодня рассказали на специальном мастер-классе. Коммунальщики и представители ОСМД практически три часа без перерыва слушали лектора Хабибат. Задавали вопросы и дискутировали. Говорят, готовы к воплощению на деле этой программы. Сейчас на нас внимание обратили, и мы рады этому, потому что я уже со своими жителями, как председателем, я проводила много, и мы готовы на все. Мы готовы участвовать в любых проектах. Такая программа по населенным пунктам сотрудничает с правительствами, местными органами власти и частными предпринимателями. Она направлена на решение широкого круга проблем. Некоторые из них актуальны и для Макеевки. Так, представители организации готовы работать над улучшением качества водоснабжения, обеспечить население жильем и сократить количество бедных. Представители ООН говорят, если с помощью городских властей программа заработает, уже через пять лет Макеевка значительно изменится в лучшую сторону. Ольга Шилкина, Георгий Жилич, Панорама.